МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник, 21 декабря. Смотрите в выпуске. Ачинский пенсионер заплатит 75 миллионов долга из своего пособия по старости. Расскажем, кто и кому так задолжал. В старом центре ачинские школьники устраивают опасные покатушки. Сюрским детям вообще ничего не страшно. Инаугурация нового главы района пройдет в Малиновском доме культуры. В среду Петр Хохлов даст клятву работать на благо жителей. Бывший директор ДПМК Александр Секирко заплатит 75 миллионов рублей. Налоговики через суд добились уплаты долга ДПМК. Об этом телеканалу ОСА сообщили в службе судебных приставов. Исполнительный документ о взыскании Секирко Александра Александровича субсидиарной ответственностью в пользу налоговой инспекции. Налоговая вышла 75 миллионов. Должник данный банкрот признан судом-банкротом. Банкротство завершено. Имущество все какое-либо было реализовано в рамках банкротства. Должник у нас на сегодня пенсионер получает пенсию. И направлено постановление в обращении взыскания на пенсию. То есть данная задолженность будет гаситься по пенсии 50%. Одно из крупнейших дорожно-строительных предприятий края развалили почти 5 лет назад. Рабочие вначале устраивали митинги, чтобы остановить развал. Потом голодовку, чтобы добиться невыплаченных зарплат. А верхушка от директоров до главбуха, как писали СМИ, вначале выписывала себе стопроцентные премии, а потом обанкротилась. Есть еще история с сомнительной продажей завода силикатного кирпича по цене иномарки одной из сотрудниц. Позже арбитражный суд определил реальную стоимость в 13 раз выше. В июне прошлого года ДПМК было ликвидировано, а трудовой коллектив так и не получил зарплаты более чем на 21 миллион. Ранее новости ОСА рассказывали, что бывший главный бухгалтер ДПМК Анна Шевалье тоже выплачивает долг перед налоговой. По словам ведущего пристава Ирины Мартыненко, суд присудил ей 5 миллионов рублей. Имущество арестовано и продано. Теперь Шевалье рассчитывается из заработной платы. Что касается Александра Секирко, по приблизительным подсчетам долг перед налоговой он сможет погасить через 750 лет. Наталья Сусанина, Вердан Калимолин, телеканал ОСА. Мы столько не жгем. Так жители поселка Ключей объясняют свое недовольство по поводу непонятных начислений за электричество. Уже несколько месяцев, как утверждают люди, им приходят квитки за свет суммой в два раза выше. Жители уверены, такой скачок в оплате у них произошел от того, что не у всех соседей есть приборы индивидуального учета. Получается, говорят люди, платят за себя и за соседа. Общая домовая нужда по соцнорме. 138 мне добавляют и сверх нормы 184 киловатта. В общем, у меня выходит 322 киловатта, я за дом только плачу. Такие платежки с большими суммами пришли не владельцам дворцов, а жильцам домов без центрального отопления. Дарья рассказывает, такие резкие скачки в платежках впервые. До этого все было хорошо. Пришли платежки за свет, где помимо того, что, допустим, расходовали мы, нам еще дополнительно добавили сумму некую. У всех эта сумма была разная. Ну вот кому-то, допустим, в третий дом жильцам по 3000 сразу добавили. У нас же дом, вот четвертый, у нас, допустим, сумма от 500 до 1000. Ну, мы начали возмущаться, позвонили в энергосбыт, почему такая разница в платежах. Нам сказали, что была сверка общедомового счетчика, и эту разницу все раскидали на нас, что-то у них не сошлось. Люди говорят, у них нет общедомовых нужд. При домовой территории нет, отсутствует уличное освещение. В подъездах, как рассказывают жители, от каждой квартиры идет своя лампочка. Почему возмущаются люди в платежках, прописана услуга, которой они не пользуются. 100 киловатт добавляют, вот, 100 киловатт добавляют, плюсом к нашим, плюсом идет. А здесь вообще, это самое, тысячу прибавили, 1057. В какие инстанции жители только письма не писали, толку нет. Хотя глава Кручинского сельсовета Сергей Карелин говорит, о ситуации знает сам лично. Обращался в энергосбыт, но проблема не сдвинулась с мертвой точки. К нами были предприняты меры, мы написали в энергосбыт заявление, я сам лично увез. Пришел оттуда ответ, что туда была 10 октября направлена бригада с энергосбыта. Они провели обследование, попросили написать жителей заявление на установку новых приборов, учета у которых не работают. Но до сих пор жителей заявление отправили, конечно, до сих пор приборы не установили, как они обещали. Сегодня в энергосбыте пояснили, эти дома в поселке Ключи на особом контроле. Специалисты энергосбыта уже выезжали на проверку общедомовых счетчиков. Ну, как говорит замдиректора Ачинского межрайонного отделения Красноярск энергосбыта Денис Круглик, для окончательного результата нужна более тщательная проверка. Для этого в начале следующей недели в Ключи приедет комиссия со специальным оборудованием. Нужно фактически понять, есть ли потери на том участке кабельной линии, которая, допустим, от опоры ЛЭП, где приборы установлены, да, и ведет к дому многоквартирному. Соответственно, контрольные приборы учета, вероятнее всего, будем ставить, ну, скажем так, на фасаде, возможно, дома. Почему это будем делать? Потому что, ну, беспокоит вопрос, во-первых, состояния электропроводки, ну и самих домов. Что касается установки приборов учета тем жителям, у которых они отсутствуют, то, по словам Дениса Круглика, работы начнутся уже в первом квартале 2021 года. Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Инаугурация избранного главы района состоится в среду. Петр Хохлов официально вступит в должность. Официальная церемония пройдет в Малиновском доме культуры. По традиции, глава должен произнести клятву, соблюдать конституцию, законы Российской Федерации и устав Ачинского района, честно исполнять обязанности и работать на благо жителей. Такие мероприятия всегда закрыты для широкой общественности. Как сказали в пресс-службе, список приглашенных сейчас обсуждается. Напомним, ранее Петр Хохлов работал в мэрии Ачинска в должности первого зама. Несколько месяцев после отставки Илая Ахметова он исполнял полномочия градоначальника. Как сам заявил журналистам, в конкурсе на районного главу участвовал, чтобы взять новую высоту и открыть другие горизонты. Эту высоту Хохлов взял с первой попытки, набрав в первом туре необходимое большинство. Это при том, что новый райсовет получился сильно разнопартийным и до сих пор не обладал такой сговорчивостью. У Петра Хохлова завтра в 17.00 заканчивается последний рабочий день в городской администрации. До нового года осталось 10 дней. Не теряя времени, приходи в магазин «Спортград» за подарками своим любимым. Только здесь спортивная одежда и обувь топовых брендов планеты. Все о тебе заговорят, если ты шопишься в «Спортград». Новогодние скидки от 5 до 50%. Торговый комплекс «Евродом», второй этаж. Банька на дровах. Отличный отдых с пользой для здоровья. Веник, парилочка и купель. А во дворе можно пожарить шашлык. Открыто бронирование на праздничные дни. Улица 1-я Алтайская, 29. Круглосуточно. Звоните 8-923-374-1744. Частная наркологическая клиника номер 1 в городе Ачинске. Лечение зависимости под наблюдением квалифицированного персонала. Вывод из запоя. Вызов нарколога на дом. Кодирование. Реабилитация. Анонимность гарантируется. Подробности по телефону 8-391-215-0033. Магазин низких цен «Светофор». Новогодний подарок 500 грамм 97,90. Кальмар свежемороженый 108,90. Магазин низких цен «Светофор». Улица Зержинского, 36. Экспресс-тесты на COVID-19 в сети губернские аптеки. Тесты просты в обращении и выдают результат сразу. Можно приобрести индивидуальный тест, а также большую упаковку для организации, что значительно дешевле. Губернские аптеки. Улица Кравченко, 7А, ЮВР, 48. И улица Декабристов, 27. Сегодня в приют «Доброе сердце» доставили еще одну собаку, попавшую в капкан на улицах Ачинска. Предположительно, она пробегала с капканом на лапе больше недели. Администратор приюта Ольга рассказала, что собаку удалось поймать благодаря женщине, которая увидела животное в районе политехнического техникума. Собачка очень давно уже бегала с этим капканом. Неделю назад были о ней новости, об этой собаке впервые. Мы услышали о том, что она бегает. Но поймать ее, к сожалению, не смогли. Своими силами никак вообще ни люди, ни мы. То есть собачка убегала в частный сектор, в Мазуль. То есть сейчас, видимо, она без сил уже помощи попросила. Вот таким образом вылезла к людям. Когда мы сняли с нее капкан, лапа была полностью холодная и уже задревеневшая. Сейчас она отходит, конечно, лежит в тепле. Собака очень боится, людей боится, не ест, не пьет. За полгода это уже третья пострадавшая в городе собака. Напомню, новости ОСА в начале осени рассказали, как в капканы, расставленные неизвестным, в Ачинске попали две собаки. Одну поймали волонтеры и доставили в приют Доброе сердце. Ей удалось сохранить лапу. Другую не удалось поймать до сих пор. Сейчас неравнодушные люди могут помочь приюту впитывающими одноразовыми пеленками и шприцами 1,2 мл. Волонтеры говорят, если собаке все же придется ампутировать лапу, ей нужна будет длительная реабилитация. Список необходимых медикаментов можно уточнить по телефону на экране. Полиции сообщают, проверка по этому делу все еще продолжается, но подозреваемых у сотрудников нет. Сегодня в Ачинске началась вакцинация медперсонала от COVID-19. Ачинская межрайонная больница получила 200 доз вакцины. Напомню, массовая вакцинация от коронавируса планируется в начале 2021 года. Она пройдет на добровольной основе и будет бесплатной. Прививка от COVID-19 ставится дважды с интервалом в три недели. На площади Дворца культуры приступили к строительству ледяного городка. Уже привезли и установили ледяные блоки. На этой неделе к работе приступят скульпторы-художники. Напомню, на новогодней площадке перед ДК появятся две небольшие горки и фигуры сказочных персонажей. Винни-Пуха, золотой рыбки и надпись Ачинск-2021. Центральную елку и Большую горку в этом году установили в Парке Победы. В Ачинск придет похолодание. С сегодняшнего дня температура воздуха в городе начнет постепенно понижаться. Уже в среду днем будет минус 16, ночью минус 24. К пятнице похолодает до минус 23 днем и минус 37 ночью. В выходные, если верить прогнозам синоптиков Гесметио, будет морозно и солнечно. Днем минус 35, минус 37, ночью температура опустится до минус 40. Что касается новогодней ночи, то синоптики обещают минус 31, 33 градуса. Также пройдет небольшой снег. Редактор субтитров А.Семкин Новый год совсем близко и уже пора создавать праздничное настроение себе и своим родным, а также покупать подарки. Они, как известно, бывают разные, практичные и нужные для здоровья и души. Обо всех сейчас расскажу подробно. Новогодний шопинг, куда же пойти, вы удивитесь, но в последнее время все чаще люди приобретают подарки в аптечной сети. Ведь именно здесь можно совершить практичную покупку. Для создания новогоднего аромата в доме отлично подойдут эфирные масла кедра, ели и мандаринов. Они тонизируют и придают сил. Их можно распылить на искусственную елочку, игрушки или использовать аромалампу. В каждой семье на новогодний стол ставят самое лучшее и вкусное. Поэтому для людей, которым свойственны скачки давления и сахара, особенно важно следить за этими показателями. Лучшим подарком для них может стать медицинская техника, например, тонометр для измерения давления. Мы спросили у Ачинцев, начали ли они готовиться к Новому году и какие подарки они бы приобрели в аптечной сети. Какие-нибудь чаи, например. Или вот, может быть, крем какой-то. Уже покупали кому-то подарок в этом году? Да, конечно. Уже готовимся. Ну, как его не любить? Все мы любим Новый год. Ну, косметику бы взяла, да, для мамы взяла бы. Ну, еще что-нибудь бы взяла. Готовимся заранее. Все, вот подарки готовлю. Каждый день езжу, покупаю их родным своим всем. Ну, возможно, что-нибудь и приобрел. Купали какие-то уже подарочки для кого-нибудь? Ну, конечно. Сладкие в основном для детей. В аптеке к Новому году. Вероятно, можно. В аптечной сети богатый выбор косметики для кожи и волос. Она отличается от магазина высочайшим качеством. Все средства разрабатываются годами и проходят клинические исследования. В этой категории можно выбрать подарок на любой кошелек. Если вы никак не можете определиться с выбором, универсальным подарком могут стать массажеры или электрическая зубная щетка. А также особенно необходимые в зимний период витамины для всей семьи. Основное преимущество подарков из аптеки в их практичности и отличном качестве. Губернские аптеки рады предложить огромный выбор и массу идей новогодних подарков. Подарков, которые принесут пользу и положительные эмоции. С 7 декабря по 15 января на весь ассортимент новогодних подарков действуют скидки до 25%. Улица Кравченко, Сема, ЮВР, 48 и улица Декабристов, 27. Российско-финский медицинский центр ТРВ в Ачинске продолжает прием пациентов. Прием ведут доктора высших категорий и профессора из Красноярска. Современное технологичное оборудование, высокий уровень подготовки медицинских специалистов – это точная диагностика, грамотное лечение и эффективная реабилитация. В ТРВ приходят выздоравливать. Ачинск, микрорайон 7, здание 1Б. Сауна 24 часа. Погреться в жарком хамаме или в парной с веником, поплавать в теплом бассейне. Сауна на авиаторов 18. Идеальное место для семейного отдыха и дружеских посиделок. Бронирование по телефону 8 902 925 87 75. Это Ольга. У нее варикоз. Но она боится операций, разрезов, наркоза и эти шрамы на ногах. А это Даша. Она удалила варикоз лазером в клинике Варикоза нет. Ждем вас в декабре. Таких цен больше не будет. Компания Синт представляет новый тариф Интернет Плюс ТВ. 60 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр видео на Ютуб и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. В новой Причулымке еще больше подарков. Праздничные продуктовые наборы, посуда, постельное белье и многое другое. Подпишись на газету до 25 декабря и участвуй в розыгрыше призов. Подробности в газете «Новая Причулымка». С наступающим Новым Годом! Инжиниринг строительства обслуживания приглашает на работу механика, столеваров, сварщиков, газорезчиков, электромонтеров, крановщиков на мостовой и козловой краны, слесаря Кипа. Телефон для справок 355-66 и 3-10-73. Собеседование проводится с понедельника по четверг. АГК, вторая проходная, с 9 до 11 часов. В рубрике «Народная новость» видео от телезрителя. Пока одни строят горки по документам, есть те, кто создает праздник себе сам. В этом случае опасность таких спусков зашкаливает. Сибирским детям вообще ничего не страшно. В одних местах запрещают строить горки. У нас детишки накатывают для себя любимых. Свои горки. Прямо на пешеходной позоне. Это пересечение моего Детухачевского и улицы Партизанской. Собаки бегают. Все прелести жизни. Такой опасный спуск из года в год, как антидостопримечательность старого центра. Такое чувство, что тут местные детвора устраивают экстремальные игры. А если снегом запорошит ледяной спуск, маршрут будет один. Травматология. Следует помнить, что покатушки в таких местах могут оказаться совсем небезопасными. Собака бегают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok